Ну и, в принципе, все в ожидании возвращения Nexa. Я посмотрел там эти коэффициенты, не знаю, может быть, они поменялись на различных сайтах. Многие верят в бегов. Я бы наоборот все сделал, если честно. ES.B должны нам показать свои цифры уже совсем скоро. Ребята, всем еще раз добрый день. Готовы начинать первую уже карту эти команды. И как же выступят спирит против такого грозного соперника? Понятно, что вот команда B&G, большинство было уже на E-лиге, например, выступили там команды. Ну, неплохо, на самом деле, показали себя игроки. Но дело в том, что вот как сейчас в онлайне покажут, это атака от команды B&G, которая направлена на точку B. Ну что же, есть две флешки дикой у B&G. Вот первая пошла. Давайте посмотрим. А еще и смочок был, да, извините, как раз он уже полетел до этого момента. Ну и все, выход хороший. Интересный смок от атаки. В итоге будет поставлена очень быстро бомба. Не могут пока что выйти игроки защиты. Все закрыты, тут ждут перетяжку еще через коннектор. Дима забирает Nexa первый фраг в раунде. Вау, какой хороший и важный минус сейчас. Дима на двери поймал важнейший хэдшот. Есть время сейчас для того, чтобы шорт сместился. Там один игрок просто разменяться два к одному. Ну и не получается в итоге Тапсона сразу забрать. Сам Дайян падает, но Голди забирает противника. Тизян, Тизян. Как же круто идет дальше. Сотфик в итоге разменивается. И ситуация два на два, но при этом есть Сотфик. Только один на один ситуация против Сантаареса. Смок на плент. И диффузы есть. Знает, где соперник. Ну что, диффузить, разводить, выходить, стрелять. Что делать? Да, но неплохая попытка. Вот может быть стоило еще фейкануть. Как-то попытаться убить Сантаареса на этом выходе через Смок. Но решил все-таки диффузить до конца. И в общем-то был наказан турком. 1-0 в пользу атаки. Ну опять же, такой игрок как Сантаарес очень редко ошибется в таком эпизоде. В простреле Смоков там все отточено. Просто до невероятного уровня. Не забывайте запоминать эти промо-коды. Вводите их на сайте vplay.tv и будет шанс выиграть завтра нож-бабочка. Сантаареса, кстати, уже пытается выйти очень быстро через яму. Там, кстати, будет поддержка тоже от тиммейта. Перетяжка от семерки от Атапшин. Два игрока через ковры. Все, вышел к Сантаареса, сказал, ребят, тут никого нет. Выходим, два ковры уже готовы выйти. Дождались третьего. И посмотри, вот пока пятый не пришел, никто никуда не рыпается. Пришел пятый. Хороший тимплей от B.I.G. Не считая вот всех этих составляющих. Только один вопрос, да, кого смогут забрать спирит, поэтому очень тяжело будет дальше идти. В итоге Дима Сотвик погибает, сам Дайанг туда же в следующий раунд. Пока что все очень чисто для атаки, бомба уже была поставлена, деньги заработали. Ну и Колди, да в кост, попытка сделать хотя бы один фраг, но тут еще вряд ли кто-то, кроме фармгана, будет пушить эти позиции. Некс уже был готов врываться. Ну что же, конечно, B.I.G. все это время смотрели матчи соперников, смотрели миноры, готовились к мейджору. Конечно, какая-то там была внутренняя вот эта ситуация со СМУ и непонятная. Возможно, кто-нибудь там все-таки в итоге нам на мейджоре в интервью расскажет, что же все-таки произошло в этот момент. Ну и действительно посмотрим, вот чего стоит сильная команда, вот с горящей такой быстрой заменой. Опять же, не так давно пришел к Сантааресу. И, в общем-то, уже прямо сейчас нужно показывать хороший КС против команды, которая разыгралась в форме, которая играет чемпионаты, которая пусть там не супер топ, да, но очень хорошо играет. Но стремится к этому топу, да. А раскидка, в окно уже полетел СМОК, в общем-то, у игрока защиты не было молотова, чтобы заблочить. Да, это АУК ГОУ, ребята, на ваших экранах. М4А4 только у Димы в итоге на руках, но при этом, посмотрите, только две флешки и СМОК остался у игроков защиты, но при этом подорвали тизи, она неплохо по точке Б сработана. Хотя у Димы было 50 долларов, как раз осталось. Он мог выбрать себе девайс, но выбрал М-ку. Да. Но можно посмотреть на его позицию, он суппортит на Б, опять же, рлот. Но при этом интересна тафа то, что все играют с первым армором и без диффузов, без еще дополнительных гранат. То есть пошел уклон на каске. И это, конечно, сейчас может зарешать, какого-то смачка может и молика не хватить. Например, под точкой Б, возможно, здесь сейчас очередной сплит разыграется, хотя варианты разные тут могут быть. Пока что отжал коннектор к Сантарес. Да, на шорт заходит бомба, второй игрок. Есть игрок на Б коврах, и вот сейчас штурм двумя мат 10. Это интересно, где вообще бомба там находится. Гобби стреляется с противником, сам Дайан дает информацию о том, что бомбу только что заметили на зиге. Два игрока находятся на точке Б. Это соцфик вместе с Димой, и при этом Сантарес будет заходить через джангл. Сложно играют. Беги, вот они байтили, чтобы Аплент рассыпался и коннектор их подловил. Но никто не вышел даже с позиции, по-прежнему остаются на своих местах. Игроки команды Spirit, но к Сантарес влился в джангл. Да, 30 секунд до конца этого раунда. Остается только раскидать точку Б. Тапсон этим делом занимается, флешка полетела, там минус. По Диме сам Дайан разменится, Сантарес падает в итоге. Да, это был заходящий спин игрока атаки. В итоге бомба перенаправляется на точку А. Вот где-то здесь, да, вот в окошечке, вот все-таки услышал прям к Сантарес сам Дайанга. Но тем не менее, сам Дайан каким-то чудом дал минус 4 в 2. Да, есть два красных. У-у-у, Нэкс не спасает тиммейта, который занимался установкой бомбы. 8 секунд до конца раунда. Нэкс, как же круто попадает по еще одному противнику. Но там уже, конечно, Колди не пропускает противника на голову. Это все же первый раунд в пользу команды Spirit. Наконец-то, парни. Ауги сработали, но мы понимаем, что сейчас будет все равно непростой бай. И, в принципе, вот один успешный оружейный раунд. И это вновь ужасная экономика. Еще один экономический. И супер шикарный старт для Б.А. Да, появляется в итоге ФАМОС от ДАВКОСТа. 4 АУГа от остальных. Ну, два набора дефузов. Есть гранаты, в общем-то, раскидка от Апсона. Тоже будет молота в коннектор. ДАВКОСТ остается в окне, получает под себя смоки. Там уже Б.А.Г. могут очень быстро выйти на центр. Чем они, собственно, и занимаются. Да, моментально раскидали смоки. Очень быстро залетает Апсон с дегломпа. Подходит под коннектор. Но что-то мне подсказывает, что, возможно, это вновь попытка продавить Б-плэнс. Сейчас давайте обратим внимание на флангов игроков. На Тизио, на бомбы пока что по дефолту. В Яме находится Ксантарес. Дренированная позиция. Ищет свой хэдшот. Возможно, будет перестрелка с Дулпаном. А вот и она и была. В любом случае нужно внедряться в коннектор. Тут такие позиции, то, что нужно напрягать эту точку ребятам из команды Б.А.Г. Не оставлять ее без своей участи. Но нет, это перетяжка обратно к центру. На старт. Там уже бомба на руках. И Ксантареса потеряли, конечно же, ребята. И очень сложно будет играть сейчас. Контратака с шарта. Ай-яй, спалился немножечко Сотфик. В смок пошел сам Дайян. Тут еще игрок в шарте был в суппорте. Отлично справились. Далее минус. Аджалии центры могут перестроиться по точку А. Да, туда же и направляется трио. Команды Б.А.Г. Спирит должны были, ну, к этим моментам были готовы. Уже Колди там спрыгает и должен давать информацию о том, что соперники внедряются через Яму. Да, получается там заметить одного. Да, Вкос тоже на перетяжке. Флажка полетела в лицо. 40 секунд. И Зиг тоже сработает. Если что, сам Дайян на джангле получает под себя смог не самый лучший. Ой-ой-ой, спалили. Ой-ой-ой, что происходит? Минус Колди, минус сам Дайян. Это переворот в раунде. Уже преимущество у Б.А.Г. 30 секунд до конца раунда. Две флешки ХАЕшка. Но есть фраги Сауга. Кстати, там от Димы неплохо залетело. Он был все это время на Зиге и убил бомбу, которая как раз-таки пыталась там установиться на смоке. Гоби последний. Фатик Дайи, который является самым опытным игроком команды Б.А.Г. Отлетает от Димы 2-2. Спирит смогли, конечно, и взять инициативу, потом отдать ее в этом раунде и обратно забрать. Такой сложнейший раунд был. Но, тем не менее, парни справились. И, опять же, желательно начинать с победы против Б.А.Г. Будет проще психологически. Дальше на Дасте могут, опять же, себя вновь показать с хорошей стороны. Но это только начало. И я думаю, вот этот матч будет немножечко другим, нежели первый четвертый финал. Здесь не будет вот таких вот односторонних половин. Да. Главное, чтобы не было авторитета там. К Сантареса. Неважно абсолютно, кто против вас играет. Главное, просто играть свою игру. Да, в кост. Этими занимается у нас на центре. Забирает Тапсона под флешку. Неплохой врыв. Но гоп бит тут, как тут на размене. Ну, там МП 9-й был. Так что это не такой уж и подарок. В общем-то, можно еще дальше отыграть на дистанции остальным бойцам команды Спирит. Так, пад Б. Здесь такая жаркая ситуация. Минус К Сантарес тем временем. Отличная игра. От сам Дайанга из окон. Он поджимает шорт. У нас потихонечку Дима. Ну, нет. И на Б не получилось. В общем-то, по всем фронтам выигрывают Спирит. И это 3-2. Всего лишь одного игрока потеряли. Немножечко улучшили свою ситуацию по экономике. Но, правда, пока все все равно довольно непросто. Хороший ходжет от Губа Би, конечно. Интересно, как еще команда Бейджи будет дальше играть с АВП в атаке. Особенно это учитывая то, что Смую потеряли. В общем-то, Тапсон брал эту снайперскую винтовку. Ну и пока что без нее только автоматика на руках. Есть раскидка от атаки. Но там Галил, например, у Тизиана. В этом плане у команды Спирит намного лучше Байта. А Апсон ожидает выхода очень быстрого через коннектор. Но АВП появлялась только что в окне. И в коннекторе только сейчас уже будет в углу стоять сам Дайанг. А Дима пока что за смоком занимает лифт. Теперь, по-моему, более классический раунд. Решили разыграть Биги. Вот за все это время что они увидели? Увидели то, что, по сути, практически никого никогда не было в пленте. Был игрок на дулпане. Ступеньки. Джангл. Сейчас как раз изменения у Спирит. Это Колди под песками. Здесь тоже парни думают, ну, пора бы уже там поглубже в пленте поработать. И вот теперь посмотрим. Очень важно, чтобы Колди хорошо сыграл своей позиции. Раскидка в наличии. Но нет Молотова на одной из позиций, чтобы вышла защита, в общем-то, на него. Дима должен играть под смок и под клашку. Нет, не получается никого. В итоге забрать Тиззен. Его отправляют в следующий раунд. А в Кост только сейчас подрывает Гоба Би. Неплохо 4 в 4 ситуация. Но при этом еще бомба не поставлена. Она только сейчас вышла на точку. Перетяжка. Посмотри на тикетбокс. Там сейчас будет два игрока защиты. Так, ну, попробуют. Попробуют оттуда сейчас раскидаться, видимо, парни и выйти. Главное синхронно, чтобы ступеньки джангл. Тикетбокс. Он жидлпанк как-то хорошо сработал. Итак, поехали. Молики сейчас проверят, вылетает ли кто-то с пунта или нет. Да, подлавили Тиззяна. Хорошо. Ответ от Сантаареса неплохой забрал. Сотфика вот здесь близко у Сандая Янга. Соперник, он его слышит. Выходит. Ну же. Нет, не получается Нексу дальше пройти. Но Сантаарес ставит точку в этом противостоянии. Это минус 3 от турецкого игрока. И все же выход на паритет по раундам. Тим Спирит имеет еще деньги, но не все, правда. Там проблемы у Сандая Янга, например. Но тут тоже очень интересное решение будет от капитана. Как стоит закупиться в этом раунде уже. В седьмом по счету. Не хватило все-таки одного минуса от Колди. Поспешил чуть-чуть с переводом. Да, думал убил, думал хватит этих тычек. И в итоге ни одного, ни второго не зацепил. Это было печально. Кстати, да, смог на старт. И при этом на центр никто не отправляется в атаке. Это будет выход на точку А. И очередной экзамен для Санда Янга и Колди, которые находятся за фаербоксом. Ну да, показали, что в центре. Что, возможно, это такой дефолтненький раунд. Хотя, мне кажется, уже пора бы выйти. Но, видимо, минуту 30 начинается. Да, минута 30. Тут будет поджим еще на центр. Который кое-какую информацию даст команде Спирит. Но при этом вот она раскидка. И Колди сейчас будет очень серьезно страдать на самом деле. Потому что, ну как дальше вот отыграть? Перетяжка от Довхоста. Хае может быть неплохая в яму. Так, Санда Янга уже на Т-тресе перепрыгивает. И тут, возможно, будет проблема. Как раз-таки у Санда Янга подсадка в ликвид стайле. Таком флажке еще полетела. А Санда Янга не идет дальше под нее, потому что сам ослеп. И что дальше будет происходить? Да, есть минус от Санда Янга. Все-таки большинство есть у Спирит. Теперь можно и на ретейк пойти. Так, хотя еще и бомбы нет. Спешить некуда. Бомбу видят ребят. Ой, как все замечательно здесь получается. Главное тут полиция не получить. Ой, какая хаотичная атака. В итоге Тапсон забирает все-таки там Довхоста, который пытался выйти на хэдшот. Перетяжка от Сотвика должен выйти там в спину. Забирать противника. Но Санда Янга не отпускает сам до Янга. Как же не может сейчас Виктор стабилизироваться в этой ситуации? Подожди, спина, спина. Сюда бомба. Возвращается Яма. Слышит Дима. В души. Так как второго не забрал Кундурку? Вот туда. Санда расставит свой хэдшот. Это 35 секунд до конца данного раунда. Решили все-таки обратно вернуться у нас ребят из команды Бейджи. Сотвик. Нужно занять классную позицию, чтобы убивать как Яму, так и возможно работать против Ковров. Пока что непонятно. Некс. Оу. Какой спрей. Забирает соперника Коколди последний. И он понимает то, что не угадывает. Только сейчас на ЗИК выходит. Там уже бомба будет на дефолте. Команда Бейджи должна такое забирать. Какой раунд. Куча переворотов внутри раунда. Здесь, да, абсолютно другой матч. Действительно, в каждом раунде, в каждом эпизоде куча переворотов, ответов. И это такой вот интересный для просмотра хороший контрстрайк. Сочный. Команды играют в таком интересном рваном темпе. Ну, сейчас этот темп создает Беги, да, которые то медленно играют, то резко выходят из ямы. И Сантарес, который спас свою команду. Вот этот выход через Яму там обратно. Дима, который должен был, ну, двоих, наверное, забирать. Хотя, с другой стороны, это уже реакция к Сантаресу. Промо-код на ваших экранах, ребята, используйте его. Если у вас до сих пор еще есть вопросы по поводу, где Смуя, Смуя ушел из команды Бейджи. Он вчера написал о том, что если есть какая-то команда из Европы или Северной Америки, пишите, я готов к трансферу. Спейс Солдерс ему могут предложить. Да, это интересно. Он сказал, что привилегирует все-таки Америку, потому что там хочется ему играть и не думать вообще ни о чем, кроме игры. Выход от Сантареса все очень просто. Просто забирает он с Тетриса Дима, тот на планете А. В общем-то, Сотвик пока ничем не помогает и не поможет. Это был стак команды Спирит, который полностью прочитан по позициям. И никого они здесь не смогли забрать. На самый смешной момент дали молик под ковры. А никто не смотрел туда, туда выскочил игрок, и никто его не может убить. Всех один в релоуде, второй не смотрит. Но, тем не менее, хорошо. Все равно в этом забрали. Беги. Неплохо, неплохо забирают инициативу. Но, опять же, это только полдела здесь в первой половине. Счет 5-3. Но в руках, ребята, Спирит вновь 4 ауга. Вот видно, как они себя уверенно чувствуют против Спирит. Вот видно, что они какие-то раунды могут отдать. Но при этом все спокойно. Давайте мы с ВОЗ будем забирать уже 5 в атаке. И при этом есть понимание того, что соперники уже могут играть активно. По Андеру там спускается Сантарес. Также была возможная информация по Зигу. Сотвик остается на точке Б в одиночку. Ну и здесь Дима будет, конечно, помогать. Потому что его еще там закрывают смоком игроки атаки. То есть по центру у команды, играющей в защите, сейчас минимум информации. У Бегов, конечно, появилось. Это супероружие в виде Ксантареса. Теперь команда себя чувствует уверенно. Хотя, возможно, со Смоей было бы еще интереснее посмотреть на все это дело. Но, видимо, там что-то случилось. Что-то пошло не так. Я знаю, что там, наверное, назревалось это где-то еще на протяжении полугода. Какие-то вопросы были. Вот я говорил тот же Смоей, что хочу уйти вообще еще перед мажором, например, ведущим. Но все-таки договорились. С ним, видимо, терпели. Тогда к Станиславу нужно им в одну команду. Да. Я устал, я ухожу. Ну, смог неплохой от Сотвика. Ну, есть еще минута до конца данного раунда. Бейджи пойдут в него или нет? Да, идут вроде как. Да, это будет раскидка и выход на АБ. Посмотрим на Сотвик. Хорошо. Но только одного нет. Не очень хорош, к сожалению. Не залетело дальше. Этот Ксантарес просто... Как его убить? Что же им сделать? Это размен, да. Вот пока что самый результативный игрок команды Бейджи. Дима. Воу. Два минуса. От него в итоге не выходит пока что с дома. А Гоби вместе с Нексом. Некс в итоге последний после фрага от Самда Янга. Есть размен. Но при этом три бойца команды сперед готовы закрывать все вопросы в этом раунде. Дима. Ну, нужно просто стоять, выживать и ни в коем случае не принимать эту дуннель, пока там Колди перетягивается. Если моллига будет сложно, придется впикнуться. Но пришел Колди, все четко получилось. Отличная игра от Димы. Очень важные фраги. Прицел встал на место и сразу же все получается. Ну, здесь как-то прямолинейно сыграла команда Бейджи. Вот после первого фрага неплохо разменялись против сотфика. Я думал, что это будет легчайший выход на точку Б. Но случился Дима. Красавец, конечно. Слабака в шорт не хватило. Банально. Был бы смог, было бы все намного-намного проще. Ну что же, друзья, давайте посмотрим. Есть еще экономика убегов. И на этот раз ребята отправляют трех игроков на ковры. Интересный раунд. Там флешка, видимо, полетит от восьмерки. Да, должны выходить или даже без флешки. Посмотрите на это. Сам Дайянк нужна помощь. Холди в итоге отлетает за фаербоксом. Тизио неплохо проходит дальше. Сам Дайянк против Санта-Реса. Не боец. И это 3 в 5 ситуация сотфика Довкоста и Димы, которые должны уже идти на сейв. Все. Здесь уже раунд окончен. Они, видимо, просчитали. Говорят, ребята, ковры смотрят в минуту 30. Если мы до этого момента вылетаем на плен, то мы выходим против одного игрока на искре. Да, обычно это тайминги, которые игрок защиты, особенно опорник на точке А, смотрит яму. Потом уже может там отворачиваться и смотреть все выходы через ковры. Но нет. Это как раз-таки сыграли ковры. И крутое решение от капитана команды B.I.G. от Гоба B. Чисто таймером просто взяли только что раунд. Я скажу, это было реально круто. Но в следующий раз спирит будут к этому готовы. Но уже потеряли важные деньги. Пытаются зацебить калаш с Аугом. И это шестой, как минимум, раунд для бежев. Ну, скажем так, такой раунд от атаки может быть поломан только в одном случае. Если есть хороший респаун игрока защиты, чтобы поджаться под ковры первым. То есть, если он так сыграет там, увидеть первого, кого-то заберет и успеет отойти обратно, то уже понятно, что, возможно, будет еще размен. Так что будет более быстро перетяжка от игроков защиты. Знаешь, если в этот момент игрок на ступеньках оказался, там либо с Авиком, либо с Аугом, там тоже было бы все печально. Там могли первые двое сразу же упасть, еще не выпрыгнув на плент. Ну, обычно там какой-то еще Молотов залетает, не разбери их, а вы останавливаетесь, бомба не может выйти, потому что где-то она там соло остается где-то в яме, может быть, или даже на коврах. В общем, вот они коэффициенты. Вот ES.B, Тафа уже упоминал то, что все там может быть интересно. Ну, пока, ты знаешь, картина, которая соответствует тому, что мы видим в этом матче. Абсолютно четко пока что разбираются букмекеры. Они чувствуют силу у команды B.I.G. Ну, посмотрим, посмотрим. Все-таки при определенном раскладе, если где-то повезет, если где-то соберутся, спирит могут сыграть. Уже не назовешь их молодыми игроками. Да, тут уже команда, которая выходит на квалификацию, которая уже довольно длительный срок играет вместе, тренируется, имеет тренера. В общем-то, есть уже абсолютно все для того, чтобы судить о них, как о команде, которая уже не мальчики для B.I.G., а с другой стороны, вот я честно переживаю за них в атаке, как они будут играть против B.I.G. Причем ты говорила о тренере, да, про Цертуса. Да. Он работал с командой Спирит, потом что-то вот не получались результаты у ребят, он пошел им навстречу, пригласил сам в команду Старикса, дал им время поработать со Стариксом, но команда сказала, нет, вот так вот, наверное, все-таки Цертус, возвращайся. Ну, я точно не знаю, что там с Сережей случилось, но в итоге он опять со Спирит, уже давненько, и все хорошо. Ну, он и не уходил, в принципе. Должны быть довольны, с другой стороны, то, что они приобрели себе сам Дайянга, игрок, который тоже, по сути, появился сам, там не то, чтобы из ниоткуда, потому что сам проходил на FPL, в общем-то, там засветился, и потом уже получил приглашение такое, лакомое. Но, с другой стороны, хорошо, что такие ребята появляются, в общем-то, опыт должны зарабатывать. Ой, сам Дайянг забирает в коннектор Этизиана. Дальнейшая агрессия пока что невозможна, там слишком тяжело пройти игрокам атаки. Гоби, правда, закрывает обидчика тиммейта, и тут будет очень сложно, еще один молоток прилетит сейчас. Должны закидать гранатами сейчас, на 6-2 хп выживает. Как же тут живет сам Дайянг. Минус от Сотфика забирает Тапсона. Ковры также отлетают от Колди. Это был Ксантарес, который забрал Довкоста, но это ситуация 4 в 2. Спокойненько, аккуратно сыграть. Да, тут большая вероятность потерять сам Дайянга. По-прежнему присутствует. Ну, радар работает у сам Дайянга. Виктор молодец, забирает в итоге Гоби, который тоже там пытался вычислить противника в коннекторе. Next последний. 31 хп, это не тот набор, да и вообще не та позиция, чтобы отыгрывать в данном раунде. Ну, может забрать сам Дайянга, но потом Дима будет тут как тут. Да и Дима не даст ему подняться по этому коннектору. Да, тут что-то должно случиться, чтобы и Диму забрать. Ладно, окей, второго тогда уже попроще. Раз Диме залетело, он знает о нем. Вот так вот, а теперь уже все становится немного неприятно, учитывая позиции защиты. Так, ребята, но все же 8 хп. Там спину убьют, вот это он не прочитал. Ну, могли на самом деле сыграть еще более закрыто ребята. Что касается Димы и сам Дайянга, сам Дайянг вообще непонятно, что оставался в этом углу. Понятно, что он так красный, но мог еще попытаться уйти где-то в сэндвич. А Дима тоже закрытая позиция. Понятно, что вот неприятно пропускать оппонента в коннектор и на точку А, но этим можно было пожертвовать, этим клочком карты, для того, чтобы не потерять оба девайса. С другой стороны, там был МП-9 еще. Проспозиция Димы уже читалась в этот момент, там не первый раз было. Вот, возможно, Диме стоило либо больше двигаться, вот агрессивнее, либо вообще обратно уйти в плент, но находиться в пленте, там, хотелось им знать, была инфа просто поиграть. Какая агрессия, посмотрите на это. В центре уже есть первая кровь, и вторая тоже пролита. А там все на потеряли, да. Посмотрите, вышли вдвоем, тут игрок с апельсинами. Ох, как хорошо Дима с Фамоса разбираются прострелом и голову. Там Сантарес пытается пройти на голову, да, все-таки прыгает вниз на сэндвич. Колди о нем уже знает, это была попытка выхода, но Сотвик дорабатывает по турку. Тизин последний, кстати, это тот самый игрок, который очень часто играет или там по точке Б, или на коврах А тоже появляется. Ну, понятно, что должен выйти как-то на бомбу, и это все считается игроками защиты. Дима, отличная работа, Team Spirit выходит на счет 6-6, и обращаем внимание на экономику команды B&G, она просела. Да, 2000, да, 2300 максимум есть в руках команды B&G, а это значит, что Spirit потихонечку набирает свои раунды. Да, конечно, отлично пострелял Дима в этом раунде. Минус 3 в его исполнении здесь неплохо прикрыл Сотвик игрока в пленте. Минус Ксантарес. В итоге приобретение хорошее для команды Spirit в итоге. И по экономике, и там еще коллаж будет у Колди. В общем-то, все очень круто. Спускается команда B&G через андерграунд действовать. Тоже довольно активно направлено. И с другой стороны Spirit понимает, что должно быть эко, так что дистанция, дистанция, еще раз дистанция. Под окном уже находятся два игрока. Возможно, будет попытка подсадки, но сам Дайянг все это дело прочекал и сказал о том, что два бойца атаки уже врываются на эту позицию. Довкост будет крайне аккуратен и не выпускает. Он уже старт, тут еще хае неплохая подлетит. Да, хорошо раскидали хаешечками все это дело. Ну и тут такой чисто технический раунд по исполнению для Spirit. Просто понажимать на кнопки надо, поубивать соперника. Ну и самое главное не отлетать. Ты знаешь, тут в таких вот реалиях, при таких девайсах, там пистолетов нельзя вообще никого терять по девайсам. Вот чем и занимается у нас Дима с Довкостом. Просто вот играет чисто по головам противника. Нэкс тоже с Гоба Би погибает. И сейчас будет уже предпоследний раунд этой первой половины. Ну что, важнейшая концовка для Spirit. Нужно додушить, дожать своих оппонентов. Вот желательно забрать эти оба раунда. И в принципе есть хорошие перспективы на вторую половину. Но посмотрим. Сначала такая картина в защите, потом еще и за атаку можно выступить первым номером, если забирать первый девайсный, первый пистолетный, понятно что. И ну дальше просто душить деньгами оппонента. Сам Дайянг, активная игра через центр, но в хае полетела. И вот он поджим от Довкоста через первый распаун. Получится или нет забрать Некса? Тот пока что не чекает расположение, играет аккуратно. Но и нет все-таки попадания, к сожалению, для защиты. По-моему, уже в этот момент начал на таймер смотреть. Или на радар тоже. Или на радар в эту секунду. Ну вот просто что-то... Ушло зрение и просто не нажал вовремя на кнопку. Хотя в большинстве ситуации так вот отлетают у нас игроки атаки, которые подобным образом чекают расположение. В общем-то сам Дайянг, как всегда, в коннекторе пока что за смоком. Дима помогает. Перекрестный огонь построили ребята. Бомба у команды B.I.G. все еще находится на террорском респауне. И возможно это будет комбинация с выходом через коннектор или подсадкой на окно и врывом через яму. Ну давайте посмотрим, кто первый начинает. Смоки и пауза. Да, ждем. Паузу выдерживает пока что команда B.I.G. Сюда залетает Молик в коннектор. Знают про Дима. Пытаются через подсадку забрать. Получается в очередной раз. Коварный момент. Да, для команды Spirit потеряли одного бойца. 4-5 в итоге ситуация. Колди в стемке пытается тоже что-то делать. Флешка неплохая полетела. Саппортящая от своего тиммейта. Это сам Дайянг, который еще будет воевать против Сантаиреса в коннекторе. Важнейший элемент в защите. Колди винтик. Нужно воевать. Да, в кос помогает. В итоге колди врывается на Next. И тот с ним справляется. Ситуация 2 уже в 4. Перевес у команды B.I.G. Сотвик и Давкос пытаются что-то сделать. Но нет. Наверное, это уже уход на сейв. Да, жестко есть инфа по одному. По второму лучше уходить сейчас. С планета ребятам. Отличные колы от бегов. Вот они цепляют. Они не делают сложные раунды. Вот как пытались в начале трейна играть оптик. Там одного запустить. Тут выкануть. Тут куча гранат. Здесь была простая задача. Даем раскидку. Втроем делаем паузу. Пришел, сразу пошла атака. Истинно так, Тафа. Ну, видишь, просто, но эффективно. Сейчас команда B.I.G. выходит на свой седьмой раунд. У Давкоса, кстати, уже проблема. Потому что его уже готовы закрывать. Да, получается в итоге Next поставить этот хэдшот. И остается только один вопрос. Кто забирает себе эту половину? У Spirit все еще есть очень хороший бай. Будет ли вторая снайперская винтовка? Потому что одна уже Давкосу полетела в руки. Да, в 2300 у Давкоса остается. Еще и граната, марморчик. Все себе может докупить. Немножечко экономят на каске. Да, нужны, нужны сейчас маки. Все по максимуму. И два ВП, возможно, сейчас как раз на B. Это будет нежданчик. Но давайте посмотрим, что произойдет в этом раунде. Именно на точку B направляет команда B.I.G. Вот тоже вот постоянно комбинирует. А, B, B, A. Ну и, в принципе, вот вторая ВП сейчас тут может им, конечно, испортить ситуацию. Да, и вот она закидка смаков от игроков в атаке. Ну, тут, конечно, нужно давать первый минус защитникам. Чтобы вот они смогли перетянуться. Вот они споки на зиг. Да, флажки полетели. Дима слепой полностью. Господи, как же уйти обратно? Там уже заметили во какие-то атаки. Сантара спускается вниз. В итоге Сотвик за плентом забирает его неплохо. Нужно дальше просто отойти, потому что перетяжка полная от защиты. Сотвик еще одного ликвидирует. Тизен падает в итоге. И как же команда B.I.G. здесь сможет провалиться? Губи только одного с собой забирает. И тут же получает Тапсон выстрел от Довкоста. Вот они, авики, которые работают в данном раунде. Сам Дайянг последнего забирает 8-7. Пользу команды Спирит. Отличная работа. Просто шикарно. Вот сейчас этот второй ВП зашел в этом раунде. Как раз соперник на тебя пошел. И не прочитали то, что здесь авика окажется. И сам Сотвик великолепно настрелял соперников. Плюс Довкост. Мне кажется, и настрелял, и там еще неплохо выбрасывал флешки он. Потому что там действительно очень долго выходили против него некоторые бойцы команды B.I.G. А Дима вообще ушел за смок. То есть он пытался отойти, чтобы его сразу не убили. Потому что был слепой. Потому что, опять же, все гранаты неплохо попадали. У нас ребята из команды B.I.G. Вообще, что это тоже за смок? В третий там был. Интересно достаточно. Вот она раскидка. И вот она работа от снайпера команды Сотвик. Это смок, который закрывает от дальней позиции. Вот это прямо от апдауна. Тоже, по крайней мере, не видит точно. Ну, в такой ситуации, конечно, атака мечтает о том, что очень быстро пропушить за плент. Убить хотя бы кого-то. А потом уже по Зигу была информация, то, что Дима находился. И еще пресечь выходы через Китчин. Потому что они были бы очень быстрыми. Команда Spirit молниеносно отреагировала на этот раунд. Ну, хватило даже опорника, чтобы прекратить вообще все эти выходы. Хотя первый шот под первому, который выпрыгивал, Сотвик промахнулся. Я уже подумал, ну все, сейчас в упор подойдут, закидают гранатами. Но дальше он порубал соперников и забрал восьмой раунд для команды Spirit. В итоге отличная половина. Вы знаете, ребят, я вас поздравляю. Потому что наблюдать за Spirit любо-дорого, да и Биэйджи тоже там пытаются показывать себя первым номером. Но наши ребята сообщают, что не так все будет просто в этой катке. В общем-то мы смотрим второй пистолетный раунд. Это раскидка от Сотвика и, возможно, выход на точку Б контакта. Там готов принимать уже Некс. Посмотрим, как по стрельбе сработает вот эту флешку. О, никак не сработает. Беги, работает Дима. Правда, ответ от Тизиана. Тут как тут на месте, но идет хилпа. Давайте посмотрим, как быстро справится с Шартом и Плентом. Ой-ой-ой, Тапсон пытается выйти на хэдшот и Тизиан помогает. В итоге бомба там была потеряна. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Она еще пыталась выходить куда-то там налево через Плент. В итоге перетяжка уже будет от защиты. Но нет, она закрывается. Какие хэдшоты залетают от команды Спириты. Как же они тащат данный пистолетный раунд, даже учитывая то, что там был хэдшот по бомбе. Ты знаешь, вот эта флешка была тоже интересная от игрока защиты. Она попала прямиком в голову первому выходящему игроку Адаки. И, возможно, как раз-таки из-за этого все остальные были не слепые. Потому что он тело мог ее заблочить. Жестко. Там как-то еще и сами ослепили стопера, который стоял на машине очень четенько. Ну, блин, шикарно, шикарно. Ну, Спирит, ну теперь главное вот всяких мелких ошибок ни в коем случае сейчас нельзя отдавать раунд. Вообще никак нельзя. Ну да, тем более то, что у противника будет полная эко. Подсадка, чтобы быстро убить соперника на выходе через дом. По 250 на руках у игрока защиты. Сантарес на голове. А тем временем Спирит забирает себе контроль над центром. Так, по-моему, подвал услышали, возможно, но это, в принципе, не самая какая-то супер важная информация сейчас для бегов в этом раунде. Контроль центра продолжается. Мы видим, что никого нет в яме и в коврах, но есть Колди, который с РСПа прикрывает, если что, поджимы со спины. Потому что если будет поджим со спины, то ты уже понимаешь, что на бете бы, скорее всего, 3-4 игрока, возможно, уже принимают. Ну и потихонечку через мачки проходит шорт, 3 игрока. Оу, неплохо там залетает по сотфику. Нэкс тоже должен там отойти, но дело в том, что Тапсона не отпускает Дима. Дима вынужден дальше идти и проводить свою атаку вместе с Довкостом. В общем-то, Йомпэшки фармят, дальше деньги зарабатывают. И Сантарес, Гоби, последние через Китчин должны выйти, но сам Дайян готов к этому врыву, хотя только одного забирает. Гоби тоже не жилец, и это 10-7. Сейчас будем смотреть самый важный раунд в начале этой половины, потому что Би Айджи должны закупаться. Жестко в тиске зажали сейчас спирит шорт, отличный синхронный выход от парней. Ну и по фрагам по-прежнему Сабдайян, Дима рулят в этом матче. Также отметим Ксантареса, который, по-моему, в любой ситуации набивает неимоверное количество фрагов. Раньше вообще у многих команд была тактика против Спейс Олдерс не ходить на Ксантареса, и это работало. Но поможет ли это сейчас команде Би Айджи? Посмотрим. Пока что дефолт один игрок отправляется в окно, двое на точке А, двое на Б. Это Айтизен вместе с Нексом. Вот она раскидка от Димы, который будет держать в напряжении эту точку. Посмотрите на это. Там еще мог убить Тизи, она не поймал в итоге. Но 46 хп у опорника остается. Дима, понятно, что дальше не пойдет. Там еще откидка флешек была неплохая. Да, тут уже три игрока. Лучше не высовываться. Нужно отхалдиться секунд хотя бы 20-25. И то, знаете, могут достаться, потому что никто даже не дернет ни гранату, ни флешку не даст на другом фланге. Все именно игроки находятся здесь. Да, контроль. Боятся за свою спину очень серьезно, но план простой. Выйти сейчас на точку Б, опять закрыть смоком шорт и молик за машину. Или нет. В одну линию выстраивается команда Спирит. Вот он, выход на точку Б. Без шансов для Тизи, она пытается выйти на размен Next. Пока что за плентом пропускает одного беда Дима. Дима, сам Таян, прорывается неплохо. Аксантарес тоже размен свой провел, но Дима тут как тут. Пока что все неплохо для атаки. Бомба будет поставлена. И подгорает еще Тапсон. Его услышал Дима. Он топнул только что на этом пропрыге. Да, Дима пошел в кухню. Сейчас, если пройдет дальше, даст точную информацию, что там, ну, скорее всего, уже стопроцентный сейв. Как вылетел Дима? Там синхронно с флешкой за долю, за десятую вообще секунду. Еще в полете, по-моему, повесил хэдшоты. Не знаю, повторы нам сейчас покажут. Дима вновь включается. Ощущение то, что вот нащупали слабость противника. Только что ребята из команды Спидит и будут давить дальше. На этот б-плент команды Би и Джи. Тапсона Гоба Би понятно, что нужно отпускать, потому что самим нужно сохранять деньги. Но самое главное то, что это 11-7. Это четыре раунда преимущества. И это атака, которая только что при выходе на точку Б потеряла только одного бойца. Это был сам Дайянг. И в этом раунде, вернее в следующем, он будет даже с МАК-10 смотреться неплохо в этом сетапе. Друзья, ага, тут флешка сработала просто наверняка. Ну отлично, отлично сыграно. Парни, что здесь сказать? Давайте посмотрим, что теперь с этим сейвом будут делать игроки команды Би и Джи. Итак, Дигл. Хаешка смок. Плюс смок докупили. Да. Ну, все с учетом того, что в следующем раунде мы закупаемся, да. Все нормально. Вот они полетели первые смоки на центр. Дефолты. Старт плюс окно. Вернее, даже без старта, потому что снайперская винтовка будет закрывать коннектор. Где? Уже два бойца команды Би и Джи. Это Аук и Дигл. Оксантареса. Ну тут с Диглом этот парень действительно может творить чудеса. Итак, начинается ретейк медла, друзья. В подвал идут два игрока. Уже почти на выходе. Все, начинается движение в центре. Синхронно пытаются. Увидели, по-моему, коннектор. По-моему, Сотфик только что обнаружил размена по Тапсену в коннекторе. Ну и это все круто для Спирит 4 в 4. Главное, что Тапсена не отпускает. Кстати, Аук появляется уже на руках у Сантареса, который вынужден смотреть выходы через андерграунд. Там только один Сотфик, который тоже помогает. Там полетел смок какой-то на точку А. Сантарес пока что не может заметить противника. Вот еще один смок под себя. И два игрока. Гоби и Тапсен. Тизен находится на Зиге. Ну не забываем про ХП в Довкоста. Тоже очень аккуратно должен сейчас действовать снайпер. Сотфик пытается выйти. Получается убить соперника. В итоге Гоби не убил никого в спину. Это ошибка. Его сейчас разменяют. Его сейчас разменяют. Скорее всего Молик должен догореть. Он просто зажимается в углу. Ну кто-нибудь заберите. Минус от Довкоста. Как же стоит Гоби там. Посмотри, до последнего. Еще третьего забирает Санда Янга. Довкост в итоге 1 на 1. Ситуация 5 хп против 36. Как играть? Молик, как и Молик, Жовский. И нет попадания. Да как так? Пистолет в руки взять. И уже будет легче на самом деле играть эту ситуацию 1 на 1. Гоби уже за плентом. Довкост думает, что это Зиг. 9 секунд до конца раунда. Гоби. Минус 4. И это все же раунд в пользу команды B.I.G. Ну как так? Ну вот как-то там просто чуть-чуть каждому не хватило, чтобы ему добить. И Молик, и один пошел за колонну. И второй. И один не попал. И второй не попал. Все же как старался Довкост. Как он играл на размен после падения своих тиммейтов. Да, там поймал перетяжку к Сантаресу на китчине. Еще одного на пленте тоже под АВП опустил. Вот сейчас бы взял бы пистолет и задушил. Было бы идеально. Ну что? Все-таки в начале матча мы вас предупреждали, что коэффициенты, конечно, хорошие. Но Спирит будут биться, а не в форме. Забрали бы сейчас 12-й. Выбили бы экономику. Да. Ну, в любом случае, раскидка продолжается у нас на центр. Тут никто не будет отказываться от этой позиции. Ни Спирит, ни команда Бейджи. Флешка полетела под нее. Пытался, наверное, как-то играть через ЗИК один игрок. Но Некс уходит только на лифт. Дима ждет флешки у тиммейта в коннектор. Сотфиг готовит раскидку на точку А. Это будет внедрение через коннектор. Бомба в яме. И один игрок. Это Колди на коврах. Атака на А. Ответственный момент здесь у Ксантареса. Все-таки с каждого раунда его все дальше и дальше прогоняют из этого коннектора. Ну и да, довольно просто будут действовать сейчас. Спирит за ход. Вот сам Дайянг вместе с Димой. Два тарана команды. Правда, уже получили нормально дамаги. Верлоу заходит и, по-моему, двух зажимает. Второго не прочитают, скорее всего, справа. Там такая флешка залетела. На самом деле Сантарес убил только одного Диму. Колди неплохо тоже включается в эту ситуацию. Некс. Но есть размен. Три в три. В итоге бомба выходит только сейчас через яму. Но все под контролем. Команды Спирит, коннектор. Ой-ой-ой, сам Дайянг забирает все-таки. Там хедшот этот Некс на Сантарес. Дальше вышел. Колди погиб. Да, вкос последний. Но тут емпешка на руках. Да, Молотов неплохой. На спину тебе Тизиан выйдет. Ой, неплохо. А там он забирает. Но на второго не хватило. Прыти. И все же это раунд для команды Биайджи. Но при этом ситуация была 3 в 3 от Спирит. То есть можно было, конечно, отработать получше. Там коннектор пропустили. Потом вот как-то не совсем... Там стоял Колди. Хорошо получилось против выхода через тикет. Да, поджал тикет. Дулпан. И просто получил в лицо с первой. Ну, посмотрим. Беги потихонечку начинают отыгрываться. Потихоньку теряют экономику Спирита. Вот что может зафаловать. Полубай. Может быть полубай сыграть все-таки. Да, пистолеты, арморы. В общем-то можно там закидать точку. А выйти еще раз поставить бомбу для того, чтобы заработать еще больше денег на следующий момент. Ну, пока что решение вот Спирит. В общем-то у нас пауза тактическая. И все же это будет бай. Колди покупает себе Галилы. И решили именно таким образом удивить, наверное, оппонента сейчас Спирит. Ну, может быть удивить. Может быть все-таки понимают, что этих трех-четырех девайсов может быть достаточно. Возможно, сейчас какой-то хороший кол там появился у Спирита. И они будут точно знать, что делает соперник. Но с другой стороны сейчас реально можно выиграть. Вот реально у парней, я смотрю, так неплохо залетает. У Димы, у сам Дайянга. Если сейчас есть какой-то план под эти четыре девайса, то может быть даже и там все пять будут, если фармганы будут применять. Давайте посмотрим, что появится в руках. Тим, Спирит прямо сейчас. Опять же экономику бегов вы видите. Она очень слабенькая. Да, тут в стрессе находится. Экономика этого состава, этой команды. В общем-то, в стрессе также находится Тапс Инвестистизианом, потому что не так уж и получается сейчас круто выступать против Спирит. Они их перестреливают. И оплот уверенности реально. Это Сантеррес, который был в атаке. И Гоби, который в защите уже принимал точку Б. То есть есть какая-то позитивная история. Двадцать первый раунд смотрим. И это важнейший момент, потому что Спирит закупается. Если сейчас не получается, то это уже выход на счет 11-11 от команды Би и Джим. Так, три Калаша, Галилы, Дигл. Вот все. На что хватило. Плюс, конечно, есть гранатки в исполнении. Команды Спирит уже готовы выходить в яму. Здесь один минус бы дать. Ох, пролетел. А если второй, то может отмена и вернуться на Б? Нет, все-таки нет. Никого нет, на точке. Никого. Да, вот он выход через яму. Только сейчас перетягивается. Гоби понимает, что что-то здесь неладно. И, в общем-то, нас только что обманули соперники. Есть также позиция от Санта-Ареса. Он не открывается. И только сейчас спрей. Возможно, не самый лучший, потому что Сотвик выживает. И еще смаком закрывает Гоба-Би. Бомба будет поставлена. Ха-Ели Ди довольно неплохо. Там под красного нет не попадает. В итоге только Довкост там минус хп получает. Ну, здесь спокойно для Димы. Бомба установлена. Второй этаж должны сейчас контролировать. Довкост, скорее всего, пропечатает этот хэдшот. Но давайте посмотрим за Тапсоном. Тапсон больше сейвится. Да, все вот, если фрагов не будет, никуда не полезут. На сейв уходит команда B.I.G. в стиле ребят из Астралис. Ну, и, конечно, пытаются еще на отходах повредить эту экономику. Но вряд ли тут как-то массово пропелится парня. Ну, такое ощущение, что ведут все-таки на ретейк. Это тоже интересно. Ну, решили, наверное, так, что усыпим бдительность противника. Только потом выйдет, но это не работает. Тапсон последний за фаером. Да ладно, работает. Забирает одного. Ситуация один на один. При этом бомба уже тихает. Есть дефузы, смог под себя. Сотвику нужно просто бежать, потому что соперник может дефудить. Но он этого не делает. И это уже раунд в пользу команды Spirit. Но какими все-таки с нервами, какими просто, я не знаю, экономическими усилиями они только что смогли взять его, конечно, но потеряли абсолютно все девайсы. Минус пять девайсов. Но опять же это был сложный раунд, где ребята играли раунд с одним деглом. Рисковали, закупались на все. Тут, правда, вопрос, что делать сейчас. Хорошо, что экономику выбили. Нормально, можно пару фармганов подфармить. Все спокойно, зарашить бетом. Ну да, там МАК-10 уже вот сам Дайянга, два Галила. А давкост вообще, в принципе, там еще решается. Только скаут и АК-47 от Димы. У Бейджи понятно, что будет полная эко. Уклон уже на следующий раунд. Будет полный бай. При этом они не стакаются нигде. Это 3 плюс 2 без центра. И по-прежнему, даже если возьмут раунд, даже если никого не потеряют, это вот вопрос, что делать с девайсами в следующем раунде. Скорее всего, там МАК-10 оставят. Скаут, может быть, поменяют. И, опять же, это все не просто для команды Spirit. В общем-то, классный мираж у нас с вами. И это дикая борьба. И, в принципе, посмотрим, что будет в следующем оружейном раунде. Отмечаем перетяжку вот еще одного бойца команды Бейджи на тучку. Попытка угадать. Но Spirit никуда не идут. Они понимают то, что у врага там может быть какой-то форс. Они не встречали еще там какой-то скаут, который мог бы залетать, конечно. И играет крайне аккуратно. Сантарес за смоком пока что находится в коннекторе. Туда никто не внедряется у атаки. Сотфик подходит к давкосту. Это будет выход на ЗИК. Третий игрок тоже там должен появляться. Бомба на руках. И двоечка. Это сам Дайян, который должен вылетать на точку Б уже. И там, кстати, уже обратная перетяжка была только что произведение на команды Бейджи. Они угадали. Но как сейчас играют эти пистолеты дефолта? По идее, все будет очень непросто все равно для команды Спирит. Но мощность, мощность и еще раз мощность этих девайсов намного сильнее. Осталось проверить Гоу Бо Би в пленте. Как же так получается? В итоге только сейчас сам Дайян выходит на размены. Это минус Гоу Би. Ну и последний игрок команды Бейджи находится в спине. И сейчас его заметит давкост. А у Тапсона П-250. Это очень грязный пистолет. 20 секунд до конца этого раунда. Тапсон пытается выйти, но прочитан сам Дайянгом. Очень грязный пистолет. Мне понравилось. Ну ладно, друзья. Спирит все лучше и лучше начинает раскручивать свою атаку. Но по-прежнему вопрос в деньгах, в экономике. И опять же, что сейчас закупать ребятам? Давайте посмотрим. Без снайперской винтовки. Интересно, как же будет действовать Тезиан. Это опорник точки Б, который с МП-9, но не может там отсиживаться. Ему было бы вообще неплохо куда-либо поджимать и удивить противника. А Спирит к этим удивлениям готов, потому что часто они играют вместе. И если что, будет очень быстрый размен. Раскидка. Дефолт на одним и летит молотов в коннектор. Там появился очень часто Сантарес. И Некс готов под кашку отходить обратно к дефолту. Это фейк фейка, когда у них один раз поджимался Мдаян, а потом был выход на точку А. Сейчас немного по-другому. Это будет выход через шорт. Троем уже выход пятерых на точку будет. Секунду на секунду проверяется Плен. Ой, как же выйти в спину тут Диме. Да, замечает одного соперника Сантарес в итоге вместе с Нексом за Рэд Колди. Но тут же размен Дима вместе с Амдайаном. Как же круто вышел Саугом здесь. Похорнил троих. И в итоге ситуация патывает Дедов Коста в выход. И тут же Сантарес с окна забирает его. И все же раунд в пользу команды Бейджи. Хотя такое начало было неплохое. Все было круто, все было правильно сделано. Просто один игрок, кто-то должен был смотреть в этот смок. Можно было ожидать, что оттуда вылетит соперник. И как причем вылетел сейчас игрок. Это было невероятно круто. 13-10. Минус деньги. И вот она сила. Ауга на руках у Тапсона. Только что спело этот девайс на точке Б при перетяжке. В общем-то классная реакция команды Бейджи с пистолетами. И тут было бы неплохо поставить бомбу, которая выходит на центр. Тапсона. Страшка уже полетела туда же. И видимо будет агрессия. Обидно, обидно должно быть для команды Спирит. Вот такие раунды отдавать, как только что мы с вами посмотрели. Но ладно, теперь другие задачи. Хоть как-то вот где-то отжать девайс. В250, кто там ЦЗ-шечка, кто-нибудь. Нет, минус Колди. Ну нет, все же решились тут отказаться от центра. Ребята из Бейджи. Вот одного оставили, кстати, сам Дайянга на центре. Это ЦЗ-шка, которая могла кого-то поймать под окном. Но дело в том, что туда никто не идет. Только Тапсон в Зиге. Вернее, в коннекторе в Зиге у нас Некс, который тоже сообщает, что нет никого. И Тизиан тоже решается на такую позицию, которая в принципе будет самой сложной для команды Спирит. Они не будут это чекать в первую очередь. Так, ну что же, смотрим. Сколько фрагов сделает Тизиан. Первого принимает. Уже контролит себе угол в планте. Его прикрывает игрок. Хотя посмотрите, забрал Тизиана. Это очень плохо. Здесь также будет минус. Как так получается вообще? Ну ладно, тут бомба до сих пор еще не поставлена. И не будет. Тапсон все же смог забрать сам Дайянга. Двоих потеряли только что Би и Джи. Ну хоть как-то, да, вот погрызли своих соперников. Немножечко подруинили экономику. В целом, я думаю, если честно, Таффов, что Тизиан сыграет намного успешнее на точке Б. Потому что он должен был не только там какого-то одного противника забирать. А и вообще, в принципе, не давать выйти бомбе на точку. А, чтобы выбили два девайса, и Некс убил своего. Да, да, да. Был задам еще минус экономика. Но, в общем-то, хоть что-то заработали для себя ребята из команды Spirit. Закупили сейчас это 3 АК-47, 2 Галила. Ну и теперь уже понимают, куда нужно ходить, чтобы выиграть эту встречу. Парни выбирают путь на точку Б. Ну и вновь Некс и его приключения в смоках. Что сейчас произойдет? Ой, какая флешка залетела. Нет, Некс дальше не идет. Понимает то, что очень опасно. Замечает сам Дайянга, забирает того. Размена не было, потому что слишком далеко все остальные находились. Только сейчас флешки полетели. Тезиан тут уже с Аугом готов принимать. Дима слепой выходит. Ой-ой-ой. Это ошибка. Просто полетели за игроком. Хотя, может быть, сейчас играют. Минус Тезиан, минус от Колди. Дальше Тапсон на размине. И в меньшинстве уходит с плента, ребята, из команды Spirit. Часто вот вчера так заканчивались раунды за атаку на мираже. То, что подходили под бет, теряли максимум. Потом уже начинали перетягиваться игроки атаки. И тут интересно, как же отыграют. У нас игрок под окном. Это Довкост, который чекает Зик. И Сантарес все это дело тоже должен прочитать. И перетягивается уже под тикетбокс. Так, есть две флешки и молотов у атаки. У защиты, конечно, по гранатам все намного круче. Два набора кусачек, диффузов. И, конечно же, сейчас вопрос, наверное, первого минуса. Если все-таки сделают фраг и ситуацию 2 в 2, Spirit, возможно, что-то получится. Хотя здесь уже мы видим два игрока потихонечку подтянулись к пленту. Третий агрессивно играет Шар Таи. И это будет непросто. Здесь бы Довкост выйти в затылок не получить. Все нормально. Не увидел его соперник. Быстрый очень на перетяжке будет также Гобби. Понимает, ребята, то, что это уже точно не точка Б. И в джангле находится один из бойцов атаки. Это Довкост. Будет закрывать перетяжка. Да, выход. И тут важно убить Сантареса. Если не минусует его, то этот раунд точно не выигрывает. Но сейчас Довкост уже Шорт, по-моему, пошел смотреть. К спину посмотрел. А, флешку дал. Ой-ой-ой, флешка неплохая. Колди в итоге спускается. Сантарес играет довольно активно. Ну и на стрельбу пытается выйти. Колди не наказывает за это. И там еще второй уже подходит через Контровский. Довкост. 6 секунд до конца этого раунда. Нужно двигаться, ребята, на зиге. Сантарес там уже через Контровский растащит. И Колди падает. Тапсон погибает в итоге. Но дело в том, что времени-то не оставалось у Довкоста. Но взять этого раунда. И Гобби забирает его. Это 12-13. Смотрим на деньги. 500 долларов Довкоста остается, потому что умер после таймера. Там парни еще пытались рискнуть за 6 секунд до конца раунда. Сделать дабл пик на коннектор, чтобы хотя бы остаться 2 в 2. И еще там была какая-то возможность поставить бомбу. Но это было слишком сложно. Слишком мало времени оставалось на этот элемент. Возможно, стоило просто пытаться хоть ее поставить, чтобы были какие-то лишние деньги. Вернулись ребята из команды БАГ уже в этот матч. Сейчас могут очень легко выйти на счет 13-13. Покуда у соперника только пистолеты там. П-250 только смогли закупить себе Колди сам, Дайянк и Дима. Глок 18 сотфика и Довкоста. И это попытка, знаешь, вот такой матчмейкинг-стайл. Выхода на точку Б, а бомба пойдет на А. То, что все будут перетягиваться. Ну, посмотрим. Это самая старая бородатая тактика на мираже, наверное, с бомбой. Но если по 250 набьют здесь лица и каким-то образом даже не пойдут. Даже не пойдут. Прочитали момент с гранатами. Надо немного подождать. Нет, но дело в том, что была бы какая-то раскидка. Еще можно было бы там как-то что-то придумать. Раскидать Бэй и стянуть еще больше соперников на эту позицию. Но от этого решили ребята отказаться. Перетяжка от Димы. Никто не спускается с окна. Там только прыжки от Тапсона. В коннекторе тоже один боец. И спирит такое ощущение, что использует этот раунд для того, чтобы еще пообщаться. Но без тактической паузы. Ну да, друзья, напоминаем, что опять же на этом чемпионате тренер находится в тимиспике. Все время может говорить, в общем-то, с командой. Быть капитаном команды. Поэтому у кого проблемы с кэпом, там, не знаю, с коллами, на этом чемпионате все попроще. Потому что действительно коллов очень много. И пауз не так много, потому что в принципе тренер всегда с вами и всегда свои мысли доносит. Да, вас? Ну, подтошнить немножко решили у нас ребята из спирит в этом раунде. Как-то, может быть, попытаться кого-то вынудить на агрессивные действия соперника. Но сидят пока что Биэджи, понимают, что никого нельзя терять, потому что у того же Апсона там 400-100 баксовок Сантарес. А Тизиан уже включается. Это минус отфиг на точке Б. Это попытка, да, сначала Б, там, отвлечь внимание. Не получилось. Коннектор разменялся, но уже со спины тут напрягает очень серьезно. Хорошо от Димы, как он набил здесь Нексу. Но, в общем-то, минус 2 это максимум, который получилось сделать. Ну что, Тафа, выходим на финиш. Этой карты для Мираж. Тут интересно, что будет на руках. Понятно, что на снайперскую винтовку вряд ли там выйдут ребята из атаки. И вот они хайлайты Тизиана на точке Б. Там флешка была неплохая. Сантарес там закрывал. Ну все, тут неплохо у этих ребят. Но дело в том, что вот самое интересное начинается сейчас. Потому что Биэджи выходит на хоть какую-то уже позитивную прямую. Но Spirit могут поломать все это дело. Есть еще абсолютно все шансы. Да, один раунд и уже проблемы. Некс 0, Тизиан 50, Сантарес 950. В общем-то, все вы знаете о экономике. Сейчас команда Биэджи. Ох, какой простой минус для Тапсона. Никто, к сожалению, сейчас не чекал, не занимался коннектором. Гранаты не было. И это раунд на точку А. Яма, ковры готовы. Б придется фейк... А может, не надо? Может, сейчас вернутся сам Дайянг? Это так рискованно. Ну вот, если бы он кого-то там забрал, то это уже будет плюс. Потому что еще будет как-то перетягиваться игрок с джанглом. Но до этого пока дело не доходит. Минута 20. Отвлекли внимание от ступенек. Есть шанс выйти там на уколде на коврах, попикать соперников. Это и происходит. Что вообще на Б происходит? Слышат лик Сантареса? Отдали Б. Заходит туда сам Дайянг. Пошла перетяжка от спирит. Время куча. Просто минус от сам Дайянга в шарте. Все. Он отжал плейер в кухне Некс. Ну как так? Какая ошибка от опорника в точке Б. Там нельзя было погибать. Особенно в ситуации 5 на 4. Уже бомба на всех парах. Перетягиваться в это расположение. Пока что нет информации вообще от Некса. Вышел там соперник. Идет он дальше. Да никто не будет идти. Только сейчас вот направляется один игрок сам Дайянгу. Это давкост. Какой тайминг? А, нет. Не вышел в итоге. Что происходит? Через Моук. Да. Или флешки. Да, полетели уже. Тут Некс пропускает противника. Да, бомба только что появилась на радарах у команды Б. Иджи. Нужно перетягиваться очень быстро. Хотя еще один игрок остается на А. Смотрит. По-моему там сотфик остается смотреть за спиной, друзья. Вот сейчас посмотреть бы, как Сантарес поднимается по ступенькам. Да. Спасибо. Все, давайте обратно. Тут будет важная дуэль. Бомба поставлена. Но все еще очень далеко находится Гоби. По сути здесь ситуация 3 в 4. И Тапсон не выпускает соперника сотфик. Забирает все-таки Сантареса. Важный момент. Еще раз напомню. Сам Дайан включается минус по Нексу. И у Тапсона мало шансов после этих попаданий. Но все же отпускает его. Как жестко пикают здесь снайпера в кухне. Так, в шорт еще пошел Гоби. Но тут уже не так много времени. Это чисто переройнить экономику. Честно, я не знаю, что произошло с командой Б. Иджи в этом раунде. Они так жестко стянули. Они уже поверили, что не будет сложно играть спири. Особенно в меньшинстве. Ситуация 4 в 5. И просто бросили плент. Уже игрок пошел поджимать шорт. Смотрел коннектор. Ну это однозначно позиционная ошибка Тизиона. На самом деле. Потому что 5 на 4 ты не отдаешь точку Б таким образом. Тем более, что информации по сопернику на Б не было вообще никакой. Вот есть первый позитив. Мы забираем соперника на старте через АВП Тапсона. А потом такой размен. И потом вот тот же, например, Некс, который находился в китчине. Он же замечал бомбу. Почему Гоби, например, оставался на точке Б. Вернее, на А так долго. То есть он там на Ниндзе сидел. То есть такое ощущение, что или там Некс не дал информации. То ли на радаре эта бомба не появилась у защиты. Ну, в общем-то, очень много вопросов. Ну, отлично сыгранный раунд. В первую очередь от команды Spirit. Что можно сказать? Сам Дайянг просто не первый раз нам показывает свой скилл. Проходить на точку Б. Он действительно получается вот в соло там бороться. И просто невероятно важный и нужный раунд только что потащили ребята из команды Spirit. Вот теперь все становится намного интереснее. Помним там такая вот непростая экономика у бегов. У кого-то там у двух вообще нет денег. У кого-то четыре. Ну, вот сейчас посмотрим точно, что там по деньгам и какое будет решение. Ого. Решение. Плюс те деньги, да, было достаточно. Раскидать, кстати, возможную точку А. Потом забрать бомбу и выйти под Б. И это план команды Spirit. Но я только предполагаю. А на Б там контакт. Понятно, что анти-раш идет система. И вот она закидка от Самда Янга. Дизиан без девайса, друзья. Он с пистолетом будет играть в этом раунде. ВП для Тапсона. Два УГ и по гранатам даже не все так хорошо. Сейчас у ребят из команды B.I.G. Ну и четыре Аплент. Вот она фишка, за счет чего пытаются вытащить и спасти. Это интересно. Вот просто прочитать. Вот уже было очень много выходов на Б. И давайте Б. А примем, точнее. Да, игроки на Б только что посмотрели. Возможный раш оппонента. Никого там нет. То есть это будет передержка. И вторая волна закидок на точку А. Да. Ну, это шанс. Но с другой стороны, четыре бойца сейчас B.I.G. Угадывают на этом расположении. Они готовы уже принимать соперника. С другой стороны, там постоянно будет в экшене Сантаарес. Пистолет поставили просто перед Ямой в уголочек. И там еще даже игрок будет байтить внимание. Или он полез на ковры. Но сейчас посмотрим, что там на Апленте. Здесь, понятно, готовится раскидка. В ближайшие секунды начнется атака. И опять же на Апленте четыре игрока. Пусть он один из них с пистолетом. Но, тем не менее, он здесь принимает своих оппонентов. Полетели смоки. И так, как будет Яма выходить, тоже интересно. Слышка полетела неплохая тизин. Там находится спад в 150. Нужно хоть кого-то забрать. И нет, не получается Дима в итоге его ликвидировать. 5 на 4 ситуация. Гоби на дефолте. Нужно ликвидировать сам Дайанга. Нет, тут пока что не выходит после хэдшота. По анец только будет внедряться Гоби. Включается только одного. Забирает Диму. Сам Дайанг как же хорош на рефраге. 2 на 4 ситуация. Бомба устанавливается на дефолте. О, Тапсен. Сантарес минус не дал, но хорошо раздамажил соперника. А после фрага от Апсена появляются какие-то шансы. Ребята там начинают перетягиваться. Уходят вдвоем с ковров. А за это время могут им бомбу раздефузить. Если все прочитают, беги. Нет, беги, не понимают. Не понимают, где второй. Но есть дефузия от Апсена. А что с гранатами? Одна флешка всего. Одна флешка у бегов. Да, был бы смог. Сантарес пытается выйти, прочекить ковры. Все-таки Тапсен сидит. Хедшот от одного. И Колди забривает там следующего Сантареса, который пытался все это время выходить на размен. 15-13. Это маппоинт в пользу команды Спирит. Это 1-87, 1-87. Да ладно. Вот они 50 на 50 кэф. Вот они такие должны были быть изначально. Просто да, они хорошая команда. Беги. Но изменения в составе. Сколько не играли сейчас. Отдыхали. А Спирит все это время пахали. Играли чемпионаты. Ну и теперь, конечно же... Ну, кстати, мы об этом сегодня в начале нашей аналитики общались. То, что есть команды, которые уже вот каждый день играли так активно, готовились. Вот они сегодня будут сжечь. И они пока что вот действительно жгут. Ну, те же Virtus.pro хоть и не выиграли, но навязали борьбу оптикам. Ну, а сейчас вот ребята Спирит могут забрать себе первую карту. Ну, должны, посмотрите здесь, друзья. Маг, два дегла, ЦЗшечка. Минимум гранат, три флешки смоук декой. Защита, три каски, два первых армора. Ну и, конечно, здесь просто можно спокойно, просто стрельбой там, разленом задушить своих соперников. Хладнокровие должно преобладать у команды Спирит в этом раунде. Нельзя отдаваться пистолетом. Сотфик забирает Сантареса, тот в соло выходил. Через коннектор был наказан. Важнейший минус. Энтри килл в решающем раунде. То, что нужно сейчас. Причем самого опасного вырубить. То, что надо. И теперь не спеша парни. Давайте посмотрим, принимают какое решение. Ну, кстати, вернуться обратно. Да, это будет еще одна раскидка. Кстати, Тапсон чекает мидл. Это тоже очень важно. Сейчас, возможно, еще выйдет на раш, на поджиме. Кого-то поймает на этом самом центре. Это тоже вот примечательно. Тизиан перед коннектором. Ну и Гоби. Это Макс и Мерка Уямы. Это нормальное. Очень сильное оружие. Там ребята вот один смотрел. Дождался, пока второй подтянется. Вот теперь последний должен смотреть в спину. И, кстати, вот там Сотфику в спину заходит. Но посмотрим, или по фрагам этот эпизод. Ой-ой-ой. Вместе. Сыграть вместе. Ни в коем случае не отпускать. Уже Гоба Вида. Получается Колди выйти на размен после Димы. Три на четыре. При этом битые Колди вместе с Довкостом. Сам Дайан тоже получает под себя ХАЕшку. Там Тапсон в спине. Все это время он находился именно в этом положении. И, возможно, это ключ к победе команды Беджи в этом раунде. Там уже развернуться смотрят спину. Да, Сотфик развернулся. И это практически победа. Два фрага, два пистолета. Это легчайшая ситуация для команды Спирит на первой карте. Так, неплохо врывается у нас один. Но нет. Некс забирает только Колди. Сотфик тут как тут на размене. И вот она точка. Сотфик забирает последнего. Тизиан падает. И это победа команды Спирит со счетом 16-13.